Всем привет, это Зло. В первую очередь хотел бы сказать, что впах это очень круто, потому что впах добавляет очень много прикольных и много фич. Например, вот этот мод, который ставит реплей на паузу в то время, когда мне нужно. То есть я делаю видос и мне нужно было сначала реплей посмотреть, чтобы понять на каком времени что происходит. Затем я мог просто запомнить время, ввести и он сам взмет на паузу, когда мне нужно. И таких всяких маленьких фишек, маленьких знаний, пахи, довольно много, это очень круто. И так, мы видим кстати реплей, который мы идем вровень по очкам своим оппонентам, но у него гораздо больше массы и энергии, и у него Т3 технологии, Т3 воздух, преимущество по флоту, нагло устроить флот прямо здесь и мне это не удержать. Интересно, неужели у меня по массе все настолько плохо? Да, действительно так мало, но я все-таки займу этот остров и заберу здесь реплей, здесь мы устроим ДНЛ, но речь сейчас пойдет не о самом реплее, то есть я воздух выиграл, но проблема Т1 воздуха против Т3 воздуха в том, что Т1 истребители не могут поспеть за эсэпами, за стратами, они не могут поспеть. То есть я могу защищать свои дропы на его базу, но гоняться за стратом это бессмысленно. И точно так же, например, кто-нибудь с Т2 антивоздух, который обычно используется, или какой-нибудь мобильный антивоздух Т1, они не очень плохо попадают по страту. Соответственно, поэтому и рашит Т3 воздух, потому что все предыдущие способы уничтожения воздуха, они плохо работают против Т3 воздуха. Однако, блин, страт я, кстати, особо не замечал, но страт был поврежден еще до того, как он вышел из базы, и здесь полетает мимо фрегатов, мимо Т1 воздуха. Я знаю, что у моего врага это Т3 воздух, я знаю, что он может построить страты, и лучшая цель для страты это Т2 генератора. И здесь сейчас может не видно, но он прокликал вот этот генератор, потом вот этот, и потом вот этот, вот этот генератор. Я сделал следующее, чем я очень, типа, горжусь. Я на базе заказал построить антивоздух на горах. Во-первых, это не занимает места на базе, что, типа, хорошо. Означает, что места на моей базе этот антивоздух не занимает. Во-вторых, этот антивоздух получается ближе к самому страту. И это очень тоже хорошо. Так вот. Такая мелочь просто, понимаете, построить на горах. Наверное, вот об этом, наверное, и есть сегодняшнее видео. С теми, сегодняшний радар, похоже. И заходит страт со стороны трех вот этих пиадин антивоздухов. И я как бы говорю, что вот мне нахрененно. То есть сейчас увидите, в общем-то, в чем дело. Страт прилетает, у него начинают стрелять. То есть вот эти антивоздушки, они вроде как даже попадают в эти нижние четыре. Минус т2 ген. Это довольно-таки, как бы... Это плохо. У него уже четыре с половиной тысячи энергии. У него есть три воздуха. Он может стратами бомбить все, что хочет. Понимаете? И что он первое бомбит? Энергию. Энергию. Чтобы было сложнее выйти. Т-3 воздух. Чтобы я так остался на Т-1 воздухе. Который не может никуда летать. Который уже без топлива. И даже если бы был с топливом, это бы не помогло. Правда, вот есть еще и стрелительница. Вот шесть штук получается. Но среагировал только один. И он сделал, получается, выстрела три. И... Ну, что я, в общем-то, и хотел сказать. Получается... Одиннадцать антивоздушек на базе. Убили страт. За два захода. За два захода они убили страт. Я, честно говоря, когда я играл, я просто как бы понял, что мой фокус находится здесь. Я увидел вот это посадки по энергии. И, честно говоря, я даже не понял, с чем они связаны. Я не заметил все, что здесь происходило. Потому что у меня даже толком не проседает энергия. То есть, они достаточно сильно проседают. Вот эти скачки, кстати, это из-за ТМЛ. То есть, скачки... Ну, я не знаю, по-моему, в видео про строительство я это объяснял. ТМЛ-ки забирают именно определенное количество энергии, которое у тебя есть. А не постоянно. Поэтому, так как количество, сколько есть в хранище, постоянно меняется. Вот так вот скачкообразно меняется и это определение. Я же не знаю, когда я это замечу. Но когда кент застроится, у меня ситуация практически стабилизируется. То есть, у меня не так... Ну, конечно, вот, да, уже пошел ужасный, ужасный фасад. Но могло быть гораздо хуже. Если бы он сделал еще один заход, у меня бы не осталось ни одного Т2-гена. У меня, конечно, есть там 4 гидрокарбона. У меня есть все еще Т1-гена. Но все равно это было бы гораздо-гораздо-гораздо-гораздо хуже, если бы мне сбили все 3-гена. Или он бы мог просто на третий заход не идти и валить просто экстрактные фабрики на островах. У меня здесь вот Т2-фабрика сделан. Т2-экстракт, у меня всего один. У моего оппонента очень много Т2-экстракторов. В общем-то, почти все экстрактные на базах у него на Т2. И что я хотел именно узнать... Что важно я хотел именно узнать... Действительно, как-то помогло то, что я встроил эти воздушки на горах для воды. И как-то можно узнать. И вот вам еще одна фишка, которой ФАФ как бы помог. Так вот этого не было. Который ФАФ... Фишка ФАФа, проще говоря. Я могу запустить две Супримки. Благодаря знаниям, которые я получил в ФАФе, никто вообще не знал, как это делать в ГПГ. Ну, по крайней мере, никто никому никогда об этом не говорил. Я могу запустить две Супримки. И что я узнал, экспериментируя с двумя Супримками, это то, что я могу скопировать из одной Супримки к другую. Вот это моя база. То есть я оставляю там все истребители кроме одного. Я могу, ну, инженеры всех, кто не любит, чисто потому, что они не нужны. Нужно сделать хранилище, иначе радар не будет работать. В общем-то, так да. И вот на плоской поверхности практически моя база скопирована. Здесь уже у меня подготовлено, что есть радар, чтобы... Можно прокрутить именно генератор, и нужно поставить генератор в нужные места. Вот видите, adjacent CPV, значит, ты неправильно. Если CPV, значит, промахнуйся. Что-то сложно. Ам, блин, я уже убил за чем-то два инженера. Вот. Поставил правильный нужный генератор. Теперь нужно заделать страт. И это акция. И вот можно начинать проверять. Здесь надо разведать, что он прописал метров. И можно проверять. То есть, со стороны трех вот этих... А, черт. Извините, если звук громко слышно сейчас было. И так вот... Так, со стороны отсюда налетаем на... Раз, два, три. Ну, бомбер был попричтен, но... Ну, я думаю, это не так важно. Так, вот так, по-моему. Вот так же радар нападает. И смотрим. Умрет ли бомбер, делает ли он третий заход? Ну, или вообще, умрет ли он после второго захода? Он полетел по-другому. Он не умер, но он полетел как-то по-другому, честно говоря. Это плохое проверки. Лау, вот так вот. Лау. 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 починим то что здесь было, ставим в одного истребителя не знаю зачем чинить, но захотелось мне чинить чтобы они сдохли да чёрт так мы просто можем посмотреть насколько был побежден дембаврировщик заранее он я помню летел сюда потом он развернется вправо и шел примерно по такой траектории где вот эти три антивоздушные 760 хп осталось, блин я могу как-то глянуть чёрт это придется реплейсы допускать либо можно было посмотреть конечно в своем же видео можно было бы посмотреть но блин у меня сейчас проблемы с монтажом и мне абсолютно лень заниматься кстати реплей очень странный получается в итоге то есть вроде бы билд наверное вид у меня получился совершенно другой и он получился по типу по типу транспорт раша точнее по типу билдов когда блокируют воздух но я при этом транспорт раша то есть долго не было второй фабрики вот в чем делаете видите уже три я тоже люблю так делать уже три фабрики незаметно здесь дропнулись два инженера и начали делать свои грязные дела на стране врага такой вот реплей мы его быстренько за кастингом нужно что-то делать я особо не боюсь я дропнулись на камешки вот собираю вот эти камешки блин конечно по голову не чем-то зашел с той стороны и а здесь еще не собрал здесь собрал здесь тоже не собрал его я даю но мы его понятно по моему уже больше из секунды водушку убило два бомбардировщика по моему у него уже больше реклейма но он затрай хардил инженера видите как хорошо они распределены по разным местам то есть он с вот этой фабрики их распределил по разным местам и у него поэтому преимущество по реклейму очень большое у меня все еще приходит начинается все еще лениво здесь вообще построились разведчики вместо инженеров он защищается воздухом он дропнул начал делать свой спам не разведки было мало поэтому я как-то не особо убил его дроп не смог убить даже радар что было довольно таки важно я настроил антиозвуходом что получили потому что ничего не ясно у кого большего у меня или у него поэтому немного страшно так что люди делать то что если я проиграю воздух это будет полная свобода для его ганши придется строить воздух на всех островах он сможет даже если он не захочет лезть на мои острова он сможет убивать например корабли и вот я не знаю это конечно невероломно как называется нагло крайне крайне агрессивно дропу из прямо у него перед лицом своим командиром 102 и ганом на самом деле это как бы тема тема такая я бы не советовал так делать просто у меня по какой-то причине получилось так что у меня было много лишней энергии на т1 то есть у меня было много лишней энергии и я сделал это два командира практически параллельность 2 воздушной фабрики и потом командиром сделал пару генераторов здесь в общем-то заблочить его получше и уже можно было выиграть игру но он на пол кучи экстракторов он сделал тревогу он может сказать выигрывает по флоту но это одна фабрика была намного раньше моей фабрик углу естественно после того как здесь построена куча лэнда и выигрывается воздух так замедляется его продакшн воздуха а кстати вот я могу показать вот так это делается то есть здесь я ставлю время ставлю окей в 17.00 поставить на паузу я настроил кучу транспортов я дропаю юнитов ему на базу уничтожают мд он кстати достаточно умен что он просто взял и сразу построил тмд может быть я не знаю знал ли он о том что командир 2 или нет но как видите я уже стоит мл и вот на 17 минуте нажала автоматически на паузу и тысячи семьсот семьдесят шесть снимаем с паузы и когда будет здесь вот вот сколько у нас такое 3470 короче делайте выводы сами потому что я уже забыл сколько было изначально хп по моему 700 760 осталось а это меньше то есть он бы выжил 3470 4000 минус 2470 чтобы не думать 530 урона было нанесено ему до того как он прилетел да не надо вот такая вот история одной из ладдерных игр и когда я решил уже проверить где правда где вымысел помогают ли эти фишки с постройкой антивоздуха вы на возвышенности жаль радарами радар на возвышенности ни на что не влияет как не знаю варзон 2100 например есть и для этого нашлось применение вот этой фишки копирования из одного из одной игры в другую нашлось применение этой фишки и что сказать это все довольно прикольно как только уничтожилось тмд у фануса осталось пропала вся энергия осталось 480 энергии он делает красивое сердечко из хранилищ в общем то мне ситуация на карте совершенно не нравится я в общем то не церемонить долго вообще я уже мне не было понятия что вообще происходит как только что снесли я только-только недавно заметил что мне снесли энергии начал строить щиты я вообще то есть не понял что именно мне снесло энергии посмотрел блин отзумил как бы смотрю там тмл тмл нету какой-нибудь рядом и только повреждение фабрик вокруг они подсказывают что это был страт такая вот жесткая игра была и как вы могли видеть я совершенно не лидировал по массе и по энергии единственное почему я лидировал это количество ты один воздуха который со временем стоит становится ненужным я лидировал по количеству долгого спама который при отсутствии воздуха он тоже не нужен но мне повезло что как бы я мог своим воздухом такая тактическая ситуация сложилась что своим локальным воздушным преимуществом виде т1 истребители я мог защитить вот эту переправу с т2 транспортом и соответственно убить тмд и то что у меня командир с т2 здесь помогло мне быстро построить тмл и как бы уничтожение тмд означало шахмат в данной ситуации но пойти если бы пошло что-то не так не знаю если воздух не был выигран если дропы так хорошо не сработали если он как-то защититься от дропов если бы он поставил тмд прямо на базе они спереди вот здесь поставил тмд соответственно могу убить его из-за горы понимаете все равно ситуация была бы тяжелой он бы например между своих вас могут сделать два флота не знаю хорошо хоть я рейда остановилась рептайда здесь но рептайды мне гасили флот в общем ситуация еще и пусть играющая не была выиграна это сейчас я уничтожила на всю энергию и если все все что есть на базу если что-то пошло не так это вот схема она была она бы разрушилась как карточный домик то есть если бы она была привита на корню то есть не будь воздуха не было бы возможно переправа если бы он как-то мог не знаю если бы у него был на базе может быть у него не было достаточно не было радара нормального на базе был бы радаром бы мог как-то может быть снайпить транспорт и блин небо что строить новые транспорты они дорогие они стоят он стоит много энергии пока они переходят до места где они нужны могут опять бить а тмл это чизы она защищается от не можно защититься т2 щит отлично защищает от тмл потому что например ну в данном случае они построены хорошо то есть под углом под под углом так скажем атаки если бы они были построены сейчас я мышку проведу вот под таким углом да таким углом другим и они бы слетели в щит может случиться такая ситуация что все тмл например все четыре одновременно попадут т2 щит и т2 щит хоть у него всего 9000 хп он должен по идее только 2 тмл уничтожить он бы уничтожил все четыре поэтому щиты хорошо помогают от массовых тмл конечно блин тмл могут быть настолько массовыми что не поможет ничего кроме какой нибудь ионский тмд но все равно это свойство уничтожать несколько ракет за раз сколько бы их не было но если они все одновременно попадают щит они все уничтожаются это сильно мешает такая вот игра вот такая вот история надеюсь вам понравилось здесь я не слишком сильно затянул ну я знаю многие так смотрят на 2x ладно всем спасибо всем пока